Был ли по-настоящему влюблен Пушкин в Наталью? Вопрос сложный, но вероятно нет. Не зря сразу же после венчания Пушкин пишет своему другу и литературному агенту Петру Плетнёву «Чёрт меня дёрнул жениться». В день помолвки Пушкина с Натальей Николаевной в литературной газете было опубликовано его стихотворение «Что в имени тебе моём, обращённое не любимой невесте, а своей любовнице Каролине Сабанской». Через два месяца после помолвки Пушкин, оставив невесту, мчит в Петербург якобы по делам, а в действительности опять к Сабанской, которая докладывала обо всех мыслях и действиях поэта, царской охранки Бекендорфа. Многие до сих пор думают, что стихотворение «Мадонна» 1830 года посвящено Наталье Гончаровой. «Исполнились мои желания, Творец, тебя мне не спасла, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». Вот, мол, как поэт любил свою жену. Но это не так. Друг Пушкина Павел Вяземский не раз упоминал, что знаменитая «Мадонна» изначально была не Наталья Николаевна написана, а опять любовница Каролине Сабанской. То есть Пушкин готовится к свадьбе со своей горячо любимой Натальей, но пишет в осторженной стихе любовницы Каролине. И это настоящая любовь. А вот что пишет Пушкин своему другу Вяземскому накануне свадьбы. «К тебе собираюсь, но по службе должен провести сегодняшний и завтрашний день в Москве у невесты». Только вдумайтесь, посещать невесту Пушкин был обязан по долгу службы. Интересный поворот, не правда ли? Пушкин встречался с невестой по долгу службы, так как брак был фиктивным. Сразу после свадьбы Пушкин стал получать из казны по 5000 рублей в год, огромные деньги по тем временам. Для сравнения, полковник в армии или профессор в Академии наук по 600 рублей, а Пушкин по 5000 рублей. Понятно же, что платили не Пушкину, а на содержание Натальи Николаевны, чтобы она ни в чем не нуждалась. А как Наталья относилась к Пушкину? Когда Наталья Гончарова выходила замуж, она его не любила. И это уже доказанный факт. Из письма Пушкина к матери Натальи Николаевны от 5 апреля 1830 года. Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери. Я могу надеяться со временем возбудить ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. А вот какие строки пишет Пушкин сразу же после свадьбы. Пушкин сам пишет, что супруга с ним стыдливо холодна и живет с ним по неволе. Но фиктивная свадьба дала свои плоды. Пушкина тут же прощают, разрешают передвигаться по России. 14 ноября 1831 года поэт был обратно зачистен на службу прежним чином, а 6 декабря произведен в титулярные советники. 7 января 1833 года по указу императора Пушкин был избран членом Российской академии. 31 декабря 1833 года Николай I присваивает своему историографу пускай и унизительное, но все же почетное младшее придворное звание камер-юнкера. Ему разрешают работать в архивах и главное – издаваться. По указу Николая платили поэту незамедлительно и по самым высоким ставкам. Дела поэта пошли в гору, а царские подарки на свадьбу, а единовременные пособия, не за красивые же стихи, которые император терпеть не мог, все это, конечно же, нет. Все это делалось, чтобы супруга поэта не чувствовала себя обделенной вниманием императора. После свадьбы Пушкин решает остаться в Москве с молодой женой, но продолжает готовить план бегства из России в Париж. Об этом я уже рассказывал на канале видео про то, что Пушкин-Дюма – это одно и то же лицо. Отмечу, что бегство Пушкин готовят без жены. Интересный факт, о котором тоже многие молчат. А зачем ему за границей любовница императора, которая живет с ним по неволе? Но император скучает и вызывает семью Пушкина в Санкт-Петербург, где приказывает поселиться в царском селе по соседству с императорской семьей. Так Николай I хотел облегчить себе свидание со своей любовницей. Пушкин в бешенстве. Его держат за дурака. Над ним открыто подшучивает весь двор. Вот записка придворного учителя, прученца царской семьи Василия Жуковского. Я, кажется, ясно написал Пушкину о нынешнем бале, почему он не зван и почему вам непременно, надо бы на поехать, вам надо быть непременно. То есть на бал приглашали только Наталью, а Пушкину давали понять, что его присутствие нежелательно. Поэтому открыто унижали все, кому не лень. Неприличные сплетни быстро распространялись по всему Санкт-Петербургу. Супруга поэта родила уже четырех детей. Но, как отмечали современники, во внешности детей не было заметно никаких черт отца. Дети подрастали, и с каждым годом все становилось очевиднее. На кого похожи дети? То есть на императора. Младшая дочь Пушкина, Наталья Александровна, по воспоминаниям современников, была вообще точной копией императора Николая I. Когда император посещал семью Пушкина, всегда нежно брал на руки младшую и подолго проводил с ее детьми время наедине, как с родными. Но не странно ли? Горячий парень Пушкин буквально бесился, поэтому, чтобы спасти свою честь, который дрожил, постоянно вызывал всех на дуэль, вызывал всех без разбора. Но императора не мог. От безвыходности Пушкин подает прошение об отставке, чтобы уехать в деревню. Николаев в бешенстве и натравливает на него Бекендорфа. Пушкин вынужден забрать прошение об отставке. Наталья Николаевна, зная поддержку царя, на просьбы мужа прекратить флиртовать со всеми его друзьями и открыто заигрывать с императором, перестает реагировать. Наталья год за годом рожает четырех детей от императора, а Пушкин обязан изображать радостного отца и заботливого мужа. Терпению приходит конец. К началу ноября 1836 года Пушкин, устав от насмешек при дворе, решается на отчейный шаг. Он готовит смелый побег из России. Нужно было обмануть сыщиков Бекендорфа, которые неустанно следили за каждым его шагом. Вероятно, Пушкин сговаривается с Дантесом, который тоже только мечтал сбежать из России. За грубой насмешки его сослуживцев над его нетрадиционной ориентацией и постоянных домогательств с его влиятельного приемного отца. О плане побега знает узкий круг друзей. Во Франции младший брат Лёва находит сиделку для незаконно рожденного сына Александра, которую позже историки назовут матерью Дюма сына. Лёва издает первые стихи и произведения якобы начинающего писателя Александра Дюма, которого никто никогда в глаза не видел. Бренд Дюма раскручен. Публика уже ждет триумфального появления французского писателя Александра Дюма. Пушкин решает действовать. Поэт сам пишет паствель на себя. Это уже доказанный факт. Дантес с Пушкиным и друзьями, секундантами, театрально изображает дуэль, мнимую смерть, кладя в гроб чужое тело, с лица которого и делается липовая маска. Император верит в смерть, выплачивает все долги поэта, обеспечивает свою любовницу Наталью из своих детей деньгами на всю жизнь. Все довольны. Пушкин свободен, под новым именем Дюма покоряет Париж, не забывая, как и прежде, гулять по всем злачным местам, постоянно лечась от французской болезни. А Наталья, когда родила пятого ребенка от императора, вскоре была вторично выдана замуж за дюйтанта Николая I Петра Петровича Ланского, который был хорошо осведомлен про все амурные дела своей невесты. Карьера Ланского, кстати, тоже резко пошла в гору. Друзья поэта договорились не выносить ссор из избы и оградить Наталью от злых слухов. Это было сделать несложно. Почти все друзья поэта были тайно или открыто влюблены в первую красавицу Санкт-Петербурга и сохранили свою любовь до конца жизни. Вот почему пикантные моменты отношений Пушкина и Гончаровой не опубликованы современниками и первыми биографами. А как же множество трогательных и нежных писем Пушкина к Наталье, спросят многие. Ведь таких писем много. Да, много. Но интересны их происхождения. И это главное. Эти письма появились уже после смерти поэта. Во второй половине XIX века появился большой спрос на мемуары о Пушкине. Многие современники и друзья тут же взялись за перо, чтобы поправить свое материальное положение. За любые вещи, документы, письма и бумаги поэта платили огромные деньги кальционеры. Спрос рождает предложение. Пожилая Наталья, чтобы поправить материальное положение своих дочерей, передает им, якобы долгое время хранящееся в тайниках, письма ее отца к ней. Так неизвестно никому письма, якобы Пушкина, к своей супруге, и стали массово появляться на рынке. Я не буду сегодня разбирать подлинность этих писем. Это уже другая история. Вот и вся история о Пушкине, о которой я хотел вам рассказать. Да, это версия, но над многим точно придется задуматься. Надеюсь, я вывернул вам мозг. Напишите мне в комментариях, что вы думаете обо всем этом.